Если не называть инвестиционных советников профучастниками, то регулирование для них станет существенно легче. Общая система налогообложения увеличивает налоговую нагрузку. Построить правильную финансовую стратегию можно только глубоко разобравшись в том, что у человека происходит с деньгами. Финансовая комиссия на защите трейдеров с 2013 года. Андрей, год назад вступил в силу закон об инвестиционном консультировании. И с тех пор реестр инвестиционных советников растет, ширится. И там уже, по-моему, 68 советников. Правда, большинство из них, абсолютно большинство, это банки, УК и брокеры. Что не так? Могли бы еще раз тезисно сказать, почему не работает задуманная вот эта схема? Схема работает, но не совсем так, как мы ожидали, когда закон появился и вступил в силу. Мы предполагали, что в реестр обойдут большое количество инвестиционных советников частных лиц, индивидуальных предпринимателей и маленьких компаний. Они в реестр не вошли. То есть, действительно, из тех 68 инвестиционных советников, которые в реестре Банка России сейчас есть, только три или четыре инвестиционных советников, то, что можно назвать независимые организации или частные лица. Большей частью это индивидуальные предприниматели. Остальные, так или иначе, связаны с брокерскими компаниями, банками, УК. Почему? Достаточно сложные нормы для исполнения маленьким индивидуальным предпринимателем или маленькой организацией. То есть, это требования по наличию контролера в штате, это переход на основную систему налогообложения, это ведение бухучета, если это юридическое лицо в системе ГПС, единым планом счетов финансовых организаций и так далее. То есть, сдача отчетности в Центральный банк в формате XBRL. То есть, много различных норм, которые очень привычны для профессиональных участников рынка цена бумаг, они сложны для исполнения индивидуальным предпринимателем, который никогда с этой историей не сталкивался. То есть, для него это все в новинку, в этом надо разобраться, и это, конечно же, затраты. По текущему правовому полю, то есть, по тем нормативным актам, которые действуют сейчас, те ребята, которые уже вошли в реестр, оценивают увеличение своих затрат на ведение бизнеса в связи с регулированием. Для юридического лица где-то приблизительно 300 тысяч рублей в месяц, для индивидуального предпринимателя это 100-150 тысяч рублей в месяц. Для небольшого консультанта это деньги неподъемные. Банк России много делает для того, чтобы изменить нормативную базу и упростить вступление в реестр именно маленьких консультантов. Пока новых нормативных актов еще не появилось, они только в обсуждении, но мы надеемся, что регулирование упростится, вступление в реестр станет легче и регуляторная нагрузка станет существенно меньше для того, чтобы позволить войти в реестр и индивидуальным предпринимателям, которые не зарабатывают колоссальных средств и не могут позволить себе тратить 150 тысяч рублей в месяц только на то, чтобы состоять в реестре Банка России. Год назад вы в этой студии говорили, что ваша позиция такова. Инвестиционный советник не является профучастником рынка ценных бумаг. Вернее, в идеале не должен им являться. Вы готовы дальше биться за эту идею и предлагать какие-то изменения законодательства? Я по-прежнему считаю, что норма включения индивидуального предпринимателя, инвестиционного советника или даже маленького юридического лица в число именно профучастников рынка ценных бумаг, она избыточна. То есть это не значит, что я против регулирования этого рынка. Можно точно так же ввести реестр инвестиционных советников в Банке России, но при этом, если не называть инвестиционных советников профучастниками, то регулирование для них станет существенно легче и намного дешевле. Но правда это предполагает написание нового массива указаний Банка России, которые будут регулировать эту деятельность. То есть сейчас Банк России руководствуется тем, что уже было написано много-много лет назад, в течение многих лет для профучастника. А если не называть профучастником, придется писать новую нормативку именно под этот конкретный сегмент рынка. Ну конечно это сложнее, но тем не менее, на мой взгляд, это упростит жизнь инвестиционным советникам очень существенно. Вы говорили о том, что в начале 2020 года будете подавать документы на то, чтобы стать саморегулируемой организацией инвестиционных советников. Ваши планы по-прежнему в силе? Нет, наши планы поменялись достаточно быстро. 223-й закон о саморегулируемых организациях на финансовых рынках предполагает, что СРО на финансовом рынке должно среди своих членов иметь как минимум 26% рынка. Сейчас соотношение сильно не в нашу пользу, потому что мы рассчитываем именно на независимых инвестиционных советников, которые не аффилированы с банком или брокерской компанией. А таких в реестре совсем-совсем мало, то есть существенно меньше, чем 26%. Среди них есть ваши члены? Среди них есть наши члены, да. Но если мы будем получать статус СРО инвестиционных советников под законом об СРО на финансовых рынках, то мы не сможем выполнить норму 26%. Поэтому от плана получения статуса СРО именно в этом направлении мы отказались, но мы планируем получить статус СРО финансовых советников. То есть это понятие более широкое. Финансовый советник не только работает с ценными бумагами, точнее он не выдает индивидуальные инвестиционные рекомендации в терминах закона о рынке ценных бумаг, но оказывает широкий спектр других услуг. То есть это и финансовое планирование, и риск профилирования. Это в простейшем виде asset allocation, то есть без выдачи конкретных индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Это юридические консультации, это налоговое право, это планирование наследства и так далее. То есть это очень широкий круг вопросов, который может включать в себя индивидуальные инвестиционные рекомендации, но тогда финансовый советник должен будет войти в реестр Банка России. То есть если он в реестр Банка России не входит, он остается финансовым советником без вот этого функционала по выдаче инвестиционных рекомендаций, и именно таких финансовых советников мы планируем объединить в рамках СРО финансовых советников под общим законом о саморегулировании 315 ФЗ. То есть это будет не обязательное саморегулирование? Это не обязательное саморегулирование, это добровольное членство. И одна из наших важных задач – это сделать членство ВСРО финансовых советников знаком качества. Мы видим, что существуют нарекания на деятельность финансовых советников, которые в интернете себя рекламируют. Даже финансовых, не инвестиционных. Да, здесь люди, как правило, не разбираются, кто есть кто. И мы хотим как раз создать сообщество, заключая договор с членом которых, клиент может быть уверен, что финансовый советник соблюдает стандарты СРО, он находится под контролем, и такая сделка, она будет более комфортна для клиента, чем сделка с каким-то человеком, которого он нашел в интернете, о котором он не знает вообще ничего. Видимо, вот с этим кардинальным изменением планов в ассоциации связано ее и переименование. Она раньше называлась «Национальная лига независимых инвестиционных советников». Вы поменяли название на «Национальную лигу финансовых советников». Совершенно верно. Именно поэтому мы поменяли название, потому что инвестиционных советников у нас нет. Ну, точнее, наша задача объединять не инвестиционных советников, а финансовых советников. То есть вы уже уверились полностью в том, что это правильный путь и отказались полностью от идеи быть с РОИ инвестиционных советников? Или может быть это вопрос отложенный такой? Ситуация может поменяться, если существенно поменяется норма регулирования инвестиционных советников. И среди наших членов появится большое количество инвестиционных советников, входящих в реестр Банка России. Сейчас на текущем моменте это невозможно и сейчас у нас планов по изменению направления движения нет. Вы планировали год назад, в этой студии рассказывали о том, что будете разрабатывать процедуры контроля, процедуры методологии проверок своих членов. В какой стадии вот эта вся работа и как она видоизменилась теперь? Она особо не изменилась. Статус ССРО в любом случае предполагает наличие контрольных органов, проведение проверок и реагирование на жалоб клиентов, членов ассоциации. Но мы пока не получили статус ССРО. Как только мы получим статус, мы сразу же запустим процесс разработки нормативных документов внутренних в вопросах контроля за деятельностью членов. Ну и опять же, возвращаясь к тому интервью, которое вы давали в декабре 2018 года, вы прогнозировали, что к концу 2019 количество членов ассоциации будет около 80. А сколько удалось выполнить эти планы? Ну, поскольку мы изменили направление движения, мы фактически очень долго наблюдали за ситуацией. То есть мы не делали активных шагов в направлении увеличения членов, поскольку мы не очень понимали, а что мы им предложим в текущей ситуации. Сейчас мы определились, что да, статус ССРО инвестиционных советников – это не то направление, которым нам сейчас нужно. Мы изменили свою стратегию и в этом году планируем достаточно активно начать привлекать членов уже в новый формат нашей организации. Все-таки ведь профсообщество продолжает обсуждать определенные поправки в законодательство. Уже часть послаблений введена, по-моему, как раз для компаний финансовых. Для индивидуальных тоже, в общем-то, никто не отменяет перспективы какого-то улучшения и облегчения условий. Вы участвуете сейчас в этом процессе или немножко отошли в сторону? Да, мы участвуем, как минимум мы наблюдаем за этим процессом. То есть, когда мы имеем какое-то свое мнение, которое хотели бы высказать, мы, естественно, его высказываем и Банку России, и законодателям. Сейчас направление движения достаточно понятное. То есть, мы уже понимаем, что статус профессионального участника у инвестиционных советников останется, никто не обсуждает его отмену. Но, с другой стороны, в закон о рынке инвестиционных бумаг внесены положения, которые уже позволяют существенно улучшить положение инвестиционных советников. Но эти улучшения, они опираются на указания Банка России. Проектов этих указаний еще нет, поэтому оценить их влияние, насколько проще будет состоять в реестре инвестиционному советнику, пока невозможно. В частности, я слышала, разговор идет о том, чтобы отменить требования держать контролера для индивидуальных предпринимателей. Вот новая версия закона о рынке инвестиционных бумаг позволяет это ввести, то есть такое положение об отмене контролера, но это требует указания Банка России. То есть, там не то, что там в законе не написано, что отменить контролера, а требования к системе внутреннего контроля устанавливаются Банком России. И если Банк России посчитает правильным установить для определенных категорий профучастников отсутствие отдельной штатной единицы контролера, то это, конечно, улучшит положение инвестиционного советника достаточно существенно. Ведь, наверное, те 150-300 тысяч рублей в месяц, о которых вы сказали, это и есть, скорее всего, почти полностью, большая часть зарплата контролера. Но, тем не менее, и бухгалтерский учет достаточно серьезную лепту вносит, поскольку общая система налогообложения увеличивает налоговую нагрузку. Это и НДС, это и другая ставка налога на прибыль, то есть это сложнее. Это и ведение бухучета, который стоит дороже при общей системе налогообложения, нежели при упрощенке. То есть, все равно останутся затраты, которые будут удорожать деятельность инвестиционного советника, если он войдет в реестр Банка России. Тем временем принят базовый стандарт инвестиционных советников, наконец, все увидели определение индивидуальной инвестиционной рекомендации. Вот, увидев эти нововведения, финансовые советники или инвестиционные советники как-то сейчас корректируют свою практику? Или, может быть, уже скорректировали с тем, чтобы не попадать под действие закона именно? Мне сложно это прокомментировать, поскольку стандарт, он предполагает членство в саморегулированной организации инвестиционных советников, то есть он распространяется на них. Финансовые советники, которые не дают инвестиционных рекомендаций, просто должны для себя принять мысль, что если они все-таки выдают индивидуальные инвестиционные рекомендации, то они попадают в статус нарушителей действующей нормативной базы, но при этом абсолютно непонятно, какая реакция может последовать на это нарушение со стороны Банка России, со стороны прокуратуры, МВД или еще кого-то. Здесь нужно смотреть за правоприменительной практикой и надеюсь, что в следующем году уже будет достаточно четко понятно, что можно и что нельзя, и что будет, если будет конкретное нарушение нормативки, которая установлена для инвестиционных советников. Наша позиция, что финансовый советник не должен выдавать индивидуальные инвестиционные рекомендации. Изменения в законодательстве о валютном контроле и новые законы о категоризации инвесторов, может быть еще что-то, что важно сейчас, какое законодательное поле сейчас волнует финансовых советников? Да, конечно, волнует и изменения в законодательстве о валютном контроле, и, конечно, волнует вопрос категоризации инвесторов. Законодательство о валютном контроле, которое вводит отчетность по зарубежным счетам финансовых организаций, да, усложняет жизнь инвестору, но мы не очень понимаем, на какие конкретно финансовые организации распространяется эта норма, а на какие нет. Например, достаточно распространенная практика инвестирования за рубежом через юнит-линкт страхования, через полисы страхования, которые привязывают инвестиции человека к конкретному портфелю, который находится на балансе страховой организации. По нашему мнению, это не является счетом клиента в понимании, чем можно назвать, что называется счетом, и мы считаем, что по таким контрактам отчитываться налогово не нужно, но, тем не менее, есть недопонимание, мы написали запрос в Минфин, мы написали запрос в Банк России, ждем ответов на тему, как конкретно себе вести инвестору, если у него есть договор, полис, заключенный с иностранной страховой организацией, как раз, который предполагает инвестирование в различные классы активов. По категоризации сложно оценить, насколько повлияют новые нормы на жизнь инвесторов. В большинстве клиентов, финансовых советников, это инвесторы не агрессивные, то есть сделки совершаются достаточно редко, и для них пройти, например, тестирование по какому-либо классу активов, которому для них интересен, на мой взгляд, не очень сложная задача. Все-таки люди достаточно осознанно принимают решение об инвестировании своих накоплений в тот или иной инструмент. И, возможно, даже такое тестирование будет дополнительным плюсом для финансового советника, потому что финансовый советник также будет четко понимать, клиент-то разобрался в том, что предлагается приобрести или нет. Но конкретные формы непонятны, а, соответственно, непонятно, будет ли это действительно барьером или это будет каким-то, скорее, подспорьем. Сформулируйте свои планы на 2020-й уже в новом качестве, в качестве будущей СРО финансовых советников. Планы достаточно просты. То есть с точки зрения того, что происходит в направлении инвестиционных советников, мы наблюдаем, участвуем в процессе и будем рады, если инвестиционным советникам будет получить статус легче. В направлении финансовых советников мы развиваем организацию, планируем более активно приглашать членов в новую СРО. После получения статуса это формирование стандартов и контроля за их соблюдением. Это активность с целью создать знак качества финансового консультирования на базе стандартов СРО. Ну и, конечно же, это проведение публичных мероприятий. То есть та конференция, которая прошла у нас в декабре, показала, что к материалу по личным финансам достаточно большой интерес как со стороны частных инвесторов, так и со стороны финансовых консультантов. Конференция прошла очень хорошо. То есть мы попробовали новый формат, когда мы разделили конференцию на два потока. Отдельный поток для частных инвесторов, отдельный поток для финансовых советников. До самого последней минуты народ не расходился. Мы получаем огромное количество положительных отзывов о состоявшемся мероприятии. И следующее большое публичное мероприятие мы планируем на лето. Но думаю, что будут и мероприятия поменьше, по конкретным информационным поводам, по конкретным законопроектам, которые наши члены попросят более подробно разобрать и разъяснить. У вас мероприятие называется «Портфельные инвестиции частных лиц», правильно? Все-таки инвестиции. Ну, конечно, инвестиции. То есть вы не будете спорить с тем, что это, наверное, главное, что волнует клиентов, финансовых советников. Это очень важный аспект, потому что человек, который формирует свою финансовую стратегию, он, конечно, включает в нее инвестиции. То есть, и, наверное, это один из самых сложных аспектов выстраивания личной финансовой стратегии, поскольку инструменты инвестиционные очень разнообразны. Это разные юрисдикции, это разные типы и классы активов. И именно в этом направлении разобраться сложнее, в этом направлении появляется большое количество нововведений. В других классических инструментах такой движухи нет. То есть финансовое планирование, оно и есть финансовое планирование. И это предмет относительно скучный. Тоже касается вопросов, наверное, налоговое право, конечно же, меняется, наследственное право меняется, но к нему нет такого жгучего интереса со стороны клиента. Поэтому, конечно, на острие интереса от частного инвестора и консультанта находятся именно инвестиционные технологии. И традиционный вопрос, какой ваш прогноз по количеству членов ассоциации к концу 2020-го? Мы оцениваем общее количество финансовых советников в стране порядка 2000 человек. То есть, из тех, кто ведет действительно активную работу с клиентами. Наверное, правильно оценить потенциальное количество членов в ассоциации на конец следующего года где-то человек 100-150. То есть, это наиболее активные участники рынка, которые понимают, что необходимо членство в добровольном СРО для того, чтобы развивать систему, для того, чтобы создавать в обществе понимание, что финансовый советник – это нормальная профессия, которая ведется в рамках правового поля без всяких нарушений и которая, конечно же, уважает клиентов, поэтому готова соблюдать стандарты, установленные сообществом, сообща. Сейчас появляется огромное количество волонтеров еще по финансовой грамотности, которые тоже в каком-то роде финансовые советники. Вы для них какое-то членство предусмотрите? Какое-нибудь ассоциированное? — Волонтеры – это все-таки совершенно другая вещь. То есть, волонтеры – это те люди, которым не все равно, и которые хотели бы донести информацию до максимального количества людей, которым эта информация нужна. Но вряд ли идет речь о глубоком личном консультировании, поскольку работа финансового советника предполагает постоянный контакт с клиентом. То есть, не какой-то эпизодический рассказ о том, что вот есть хорошая, правильная технология, которая имеет смысл использовать, а именно постоянное отслеживание, как у клиента, дела. То есть, что он использовал, что он не использовал. Если он не использовал, то почему? Что нужно сделать по-другому для того, чтобы получить более хороший результат? И, конечно же, это погружение в его жизнь, по большому счету, потому что построить правильно финансовую стратегию можно только глубоко разобравшись в том, что у человека происходит с деньгами. Сложно ожидать, что человек, который хотел бы иметь финансового советника, расскажет волонтеру всю свою финансовую подноготную. Но это все-таки совершенно другая история. То есть, предполагает действительно тесный контакт. Активные инвестиции. Стратегии 2020. Весна. Это информационно-консультационный вебинар Яна Арта для частных инвесторов, плюс дополнительные видеоматериалы об основах успешных инвестиций. В ходе вебинара вы узнаете инвестиционные планы Яна Арта на весну 2020 года, познакомитесь с его прогнозами по курсам рубля, доллара, золота и нефти, Сориентируйтесь в доступных рынках и инструментах. Поймете, какой уровень доходности достижим при активных инвестициях. Решите для себя, какой стиль инвестиций подходит вам. Узнаете, как оценить свою восприимчивость к риску. И, наконец, составите собственный план и архитектуру активных инвестиций на 2020 год. Вебинар состоится 15 февраля 2020 года. Дополнительные видеоматериалы предоставляются участникам сразу после регистрации и оплаты. Для участия и регистрации в программе перейдите по ссылке в описании под видео. Не упустите шанс на скидку в 1000 рублей при записи до 31 января. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова